Архиерейские богослужения в дни святок проходят и в храмах Екатеринбургской митрополии. В воскресный день митрополит Екатеринбургский Верхоторский Евгений совершил Божественную Литургию в храме Преображения Господня на Уктусе. Во дни Рождества Христова народ Божий часто вспоминает волхвов, одних из первых людей, пришедших поклониться новорожденному Царю Царей и Спасителю Мира. И все мы, подобно волхвам, способны принести Богомладенцу свои дары. Вместо золота восточных мудрецов можем принести смирение. Наша сердечная молитва и прошение, и благодарение Богу, как горящий ладан будет возноситься к нему. А вместо смирны принесем Господу любовь и милосердие, которые будут облагораживать наши помыслы и дела. За богослужением, во внимание к усердным трудам и в честь праздника Рождества Христова Владыка Евгений наградил кверика храма Иерея Андрея Сибирцева правом ношения на перстного креста. По завершении литургии митрополит Евгений поздравил всех с праздником и сказал о трех богоотцах, чья память совершалась в воскресный день. О царе Давиде, Иосифе Обручнике и святом апостоле Иакове, братья Господни. Всех этих людей, по словам архипасторя, объединяет скорбь, гонения и опасности преследовали всех троих. В таких обстоятельствах жил царь Давид. Праведный Иосиф в преклонные годы отправился в тяжелое путешествие, чтобы сохранить жизнь Марии и младенца. Брат Христов по плоти, Иаков, был его учеником, стал епископом и встретил в лице своих соотечественников ненависть ко Христу. Все трое потерпели скорбь. А это про кого? Это про нас с вами. Мы с вами тоже сегодня зрим славу Господню. Мы в храме Господня. В воскресный день, день Рождества Христова. Перед нами открывается сам Христос. Телом и кровью здесь предстоит перед нами. Мы, зрители, слава Божия. Каждого из нас Господь посетил в таинстве крещения. Каждого утешает свою благодать. Каждого и каждого. Кто-то замечает больше, кто-то меньше. Но и каждого неизбежно посетят скорби. Кого-то скорби от родственников. Кого-то скорби от одиночества. Кого-то скорби от детей. Кого-то скорби от отсутствия детей. Кого-то уныние. Кого-то раздражение. А кого-то посетит злоба от людей, которые не принимают Христа. Это неизбежная участь человека, который желает служить Богу. Сам Господь терпевал скорби, о которых именно в дни Рождества мы много говорим. Но пусть это нас не смущает. Если такие скорби приходят, сказал Владыка, то пусть не смущается сердце верующего человека, а радуется. Ведь это означает, что на нас исполняется слово Священного Писания. Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонены. Но в день второго явления Господа в мир все скорби рассыпятся. Радуйся, радуйся, земля, Сын Божий, мир родился. Судьи в себе, Владыку, с добрыми вестями. Радуйся, радуйся, земля, Сын Божий, мир родился. С добрыми вестями и святого града, Радуйся, радуйся, земля, Сын Божий, мир родился. По окончании литургии дети прихожан порадовали молящихся пением колядок. И каждый из них получил из рук архипасторя рождественские сладости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова